Нормально у тебя украшение Игорь, разве это вес? Ну что, о чем ты говоришь? Вот ожерелье весом 45 тонн, которое принадлежало слону одного из индийских махараджа, вот это я понимаю весомое украшение Нет, мне не хотелось бы получить, конечно, такое в подарочек, вообще я не понимаю, женщины, которые носят на себе сразу и серьги, и бусы, и браслеты, и куча много всякого, ну, металлолома Очень красиво, конечно, очень красиво Доброе утро, уважаемые друзья, сегодня в студии красавица Александра Байдачная И украшение нашего эфира Игорь Макарский, на выходных случился международный день ювелира Отличный повод поздравить всех профессионалов своего дела с этим чудесным праздником И поговорить о украшениях, о том, что значит камни, как украшали себя люди в древности, и как простые бусы могут изменить вашу жизнь Простой маленький камушек может изменить состояние моего кошелька, вот это я знаю, потому что, ну, к примеру, посмотрите на это колечко Вы знаете, что вот это вот маленькое колесечко стоит примерно как полгодовой доход небольшого европейского государства Вот это вот, да, вот это вот мощно влияет оно на судьбу людей Кольцо из цельного алмаза, ну, хоть посмотрю, как оно выглядит А ты знаешь, Игорь, кстати, что знаменитый кулон из кинофильма «Титаник» «Сердце океана» существует на самом деле Это тоже одно из самых дорогих украшений в мире Когда оно же утонуло Нет, на самом деле, настоящее оригинальное колье продается А Ну, так жалко было, когда даже бутафорский кулончик выкидывали за борт Самый грустный момент фильма, наверное Не жалей, тебе нужно в тебе Там очень много всяких украшений Женщины, в первую очередь, украшения расценивают как обереги Поэтому со всех сторон себя этими оберегами обвешивают И самые продвинутые в этих оберегах даже спят Ого! Ну, а в Монголии, наоборот, женщины ни за что не наденут на себя лишнего Все украшения легкие и удобные для кочевой жизни К поясу прикрепляют ножи, огниво Даже пиалу для чая кладут иногда в специальный мешочек и носят на поясе Ну, что отличное, а главное, полезное украшение Вот тебе еще пример украшений Как тебе украшения, например, из еды Да, художница-ювелир Сара Худ, ее так зовут Создала коллекцию украшений из природных материалов В работу подошли специи, которые нашла на своей же кухне Сделала ожерелье из перцев Пошла по темной улице, сунула грабителю в нос Пока он там перечную завесу преодолевает, быстренько сбежала Очень выгодное украшение Кстати, перец это еще и согревающий продукт Можно носить такой ожерелье в морозы, мне кажется Очень подходящий аксессуар А что у нас с морозами, Игорь? Расскажи о погоде Не понадобится нам теперь перец Потому что эта неделя, которая начинается сегодня, будет гораздо теплее, чем предыдущие две Я так понимаю, люди настолько устали от морозов, что все вместе согрелись И теперь у нас минус два, минус четыре Хорошо, вальяжно, но правда солнышко будет немного меньше, чем тогда Ну и теплее Да, ну как это радует Солнце или тепло Хорошая новость Но мы продолжим разговаривать об украшениях В Тольятти у нас есть свои герои, мастера ювелирного дела Здесь уже год как работает специальная мастерская Четверо молодых дизайнеров создают, как они сами называют, концептуальные ювелирные изделия Ну, что говорить нам с тобой о них Лучше пусть они сами расскажут Сегодня в студии появится один из них, зовут его Тарас Надо заметить, что всем этим парням меньше 25 лет и они все самолучки Да, ну а что тут удивительного, ведь таланты нужно расти в детстве И в Самаре совсем скоро откроется федеральный центр для одаренных детей В котором ребят как раз таки и будут развивать с самого раннего возраста Открытие планируется на 2017 год Ну а юные герои сейчас наши программы развивают уже свои таланты В эфире рубрика поколение.ру Ну что, давайте сегодня сорвем урок по физре А как? Там уже все подготовлено, главный 7 классов в единице Сделать Хорошо, отлично Все подготовились Есть же Я рад, что сегодня Вы как никогда Все вместе пришли на мои занятия И можно даже сказать, что невооруженным взглядом видно, что вы как никогда едины И по такому случаю Сегодня чуть больше времени Да что там Все время мы уделим мышцам левой ноги Кажется, мы перестарались Да уж Итак Побежали О, поскакали Игорь, а мы с тобой натурой все-таки немного приземленные Знаешь почему? Потому что ты носишь часы на правой руке Я тоже люблю украшать правую руку Значит, мы с тобой люди дела, люди практики А вот тем, кто украшает свою левую руку Свойственна мечтательность Так, по крайней мере, считают психологи Пальцы тоже имеют значение Каждому покровительствует своя планета Вот почему мы носим обручальные кольца на безымянном пальце А все потому, что через него проходит так называемая артерия любви И солнце оберегает этот палец Артерию любви ни в коем случае игнорировать, конечно же, нельзя И этим воспользовался корейский дизайнер Юн, который придумал целую серию обручальных колец Можно посмотреть, мы можем вам показать И отличаются они тем, что внутри на кольце существует печаточка И когда ты снимаешь колечко, уехавши на какой-нибудь отпуск Тогда не получится прикинуться уже свободным Потому что там останется след надолго Ну и есть еще и другие варианты обручальных колец Сделан из спрессованных писем Написал клятву, спрессовал в колечках Чтобы не забыть Да, чтобы не забыть, достал, почитал, в автобусе едешь, скучно Ну или вот, например, такой аксессуар для любителей стимпанка Колечки сделаны из гвоздей Или из того, что осталось в хозяйстве Почему бы и нет Мужчинам, кстати, рекомендуют украшать большой палец правой руки Считается, что так защищается мужская сила и дух И вот варианты для вас, мужчины Технические тематики кольца Разъемы, штекеры, мотки проводов Кусочки проволоки, проекторы, флешки Пожалуйста, на любой вкус и цвет существуют кольца Автор впечатлялся, видимо, собранием сочинения Носова Не знаю, как на луне и все такое Винтики-шпунтики были его кумирами Но если кольца вам помогают раскрыть какие-то ваши внутренние способности То внешние способности физически помогают вам раскрыть простые движения Всем доброе утро! На сегодняшней зарядке мы сделаем акцент на растяжку Для этого нам понадобится коврик Опускаемся с вами вниз Садимся в удобное положение Можно согнуть ноги в коленях, перекрестить их Делаем глубокий вдох и раскрываемся Грудную клетку вытягиваем вперед На выдохе закрываемся Уводим лопатки далеко друг от дружки На вдохе потянуться вперед На выдохе закрыться Еще два раза Вдох Выдох Последний Вдох И выдох Хорошо, раскроемся Переведем ладони в замок за спину Грудную клетку подойдем вперед Подтянем переднюю дельту плеча И чуть-чуть грудные мышцы Отдохнули Делаем глубокий вдох И уходим с вами в левую сторону Грудную клетку вытягиваем наверх Растягиваем косые мышцы живота Возвращаемся И поменяем направление В другую сторону Выдох И на вдохе вернуться Повторим два раза Выдох И последний И вдох Хорошо, переводим правую пятку К ягодице Колено уводим чуть дальше назад И подкручиваем тазобедренный сустав вперед Потяните четырехглавые мышцы бедра Передняя поверхность Отлично Переводим прямую ногу вперед И на выдохе тянемся вниз Уводим ладони дальше вперед Округляем слегка спину Поднимаемся наверх Вытягиваем спину Беремся за носочек Грудную клетку вытягиваем вперед Задняя поверхность бедра Хорошо, возвращаемся наверх Делаем глубокий вдох И выдох Еще раз Глубокий вдох И выдох Я желаю вам отличного настроения И до новых встреч Пока Наши далекие предки Украшали не только себя Но и даже свою одежду И даже дома Ну вот, кстати говоря В Самарской области Популярным было Украшение В виде оберега Потому что украшение Являюсь еще и оберегами И все это дело Изображалось В виде растений Ну такие Переплетения Их можно до сих пор Наблюдать на домах В районе Там, в Самарском районе Города Самары Погулять Посмотреть Вот как это выглядело Тогда и до сих пор Еще выглядит Ярко украшенные костюмы Тоже оберегали Злых духов Были своего рода Талисманами Вот посмотри Как представительницы Разных национальностей Украшали себя Например, чувашский костюм Невероятно Прекрасен Кстати, девушке Можно было без всяких колец Понять Замужем девушка или нет Все дело в вышивке Если на левой стороне груди Вышивали одну звездочку То рубаха принадлежала Незамужней даме Если две То значит Девушка уже замужем А если три? А если три? История умалчивает Об этом я не знаю Хорошо Ну такие прям Женские погоны Тоже Можно было все четко расставить Мордовские Национальные костюмы Кстати На Самарском луке Тоже отличались От других Они отличались Многослойностью Мордовские девушки Надевали себя Сразу не одну Не две А четыре Одежки И все это дело Так вот Капустно видно Скрывая талию Можно было не волноваться Об этом Еще и сверху Украшали Каким-нибудь Бисером Воротнички Вышивали И так далее Ну в общем Все было Очень-очень Очень красиво Носили броши Носили заколки Об этом Мы поговорим Кстати Сегодняшним Нашему гостю Она придет И все покажет Вживую На себе Русские девушки В Поволжье Сегодня 2 февраля 2 февраля 1879 года Гласные Самарской городской думы Начали борьбу с холерой Желая оградить горожан От возможной эпидемии В главном городе губернии Вырыли 19 колодцев Отныне Самарцы пили чистую воду Они из Волги И Самарки Как это было раньше Сегодня свой день рождения Отмечает Михаил Анатольевич Губский Заслуженный артист России Известный в Самаре Тенор, лауреат И дипломат Многочисленных Международных конкурсов А еще во второй день февраля Родились Немецкий ученый-зоолог И путешественник Альфред Брэм Ирландский писатель И поэт Джеймс Джойс Советский композитор Музыкальный деятель Педагог Профессор Михаил Гнесин Другой известный композитор Баянист Народный артист СССР Григорий Пономаренко Российский ученый Физик-теоретик Академик Евгений Велихов Бесстрашный летчик Герой Советского Союза Валерий Чкалов Советский государственный деятель И военачальник Михаил Фрунзе Известный в недавнем прошлом Футболист Заслуженный мастер Спорт России Валерий Карпин Популярная Колумбийская певица Шакира Российская фолк-певица Композитор И автор песен Юлия Михальчик И многие другие знаменитости Сегодня День Ангела Отмечают Артемы Ефимы Захары Инны Львы Павлы Риммы И Семены Во многих странах мира Сегодня отмечают Самые разнообразные праздники К примеру В США и Канаде 2 февраля Отмечают День Сурка Люди нарочно Будут зверька И предсказывают По его поведению погоду По нашему народному календарю Сегодня Ефимов день Не секрет Что февраль Это месяц метелей Недаром на Руси говорили В юге до метели Под февраль налетели И Ефимов день Не исключение На Ефима Ветры дули Шапку сдули Кафтан сняли Рукавицы сами спали Шутили в народе По погоде В этот день Можно было предсказать Погоду на Масленицу Если 2 февраля Мела метель То метели ждали И будущей весной Если же в полдень Светило солнце Это предсказывало Дождливое лето А если дул ветер То весь год Должен был быть сырым Таким был в истории Второй день Последнего календарного Месяца зимы Всего вам самого доброго Напоминаем Очень-очень так строго Напоминаем Что вы Можете свои все фотографии Свалить в один архив Это такая папочка И отослать нам Посредством интернета В нашу группу ВКонтакте Мы эти фотографии достанем Отберем Самый красивый И покажем вам же Ну а сегодня нас ждет Зимнее путешествие По следам братьев Греви Овеянные легендами Самарская пещера До сих пор Притягивают любителей Острых ощущений Я там летом был За фото благодарим Валерия Григанова Какая красота Надо сходить Надо сходить посмотреть Если говорить об украшениях Знаешь О каком украшении Я мечтала все детство Ну-ка О шляпе за страусиным первым Для меня это был Вверх стиля Твоим любимым фильмом Был Дартаньян Тремушкетева А вот и нет Но фильм хороший Дартаньяна А ты знаешь Что вот эти самые Страусиные перья Откуда их выдергивают? Да-да Вот Именно оттуда же Их выдергивают И страусам Это, надо сказать Не нравится А им нравится другое Им нравится жить В Самарской губернии Удивительно Вот Марина Баркова съездила Узнала Поговорила с ними Ну они там все Сами рассказали Ты же моя птичка моя Ты моя птичка Посреди зимы В 20-ти градусный мороз Австралийская эму Согревается теплом И любовью педагогов Самарской станции Юнатов В холода Экзотическим птицам Не столько холодно Сколько грустно Пока школьники Из-за морозов Пропускали занятия Птицы за это время Приготовили им сюрприз Эму снесла яйцо Да не простое А изумрудное В крапинку На первый взгляд Аномалия Ведь в холода Даже куры не несутся А для биологов Закономерность Дело в том Что сезон размножения В Австралии Это птица родом Из Австралии Совпадает с нашими Новогодними праздниками И вот как раз После новогодних праздников Когда мы вышли на работу Трудовые будни Вот порадовали нас Следующим образом Буквально через несколько дней Мы обнаружили Что наша любимая птичка Снесла вот такое Красивейшее яйцо Изумрудное сокровище Сейчас хранится в холодильнике Для юных натуралистов Оно станет предметом наблюдений И новых экспериментов Биологи заверили Что птенцов стоит ждать Только через год Когда молодой самец подрастет А сейчас Самарской детворе Предстоит исследовать Желток Белок Изменения пигментации Скорлупы Есть один момент Который я на практике Не проверяла И вот сейчас С ребятами Мы хотим Такую вот научную работу Сделать Говорят, что Скорлупа этого яйца Она биологической природы То есть вот этот цвет И со временем Этот цвет темнеет И превращается Буквально в черный цвет Так как птичка должна Нам еще принести яйца Мы в перспективе Думаем, что будет около пяти Поэтому вот есть у нас Скажем, для этой работы Несколько, скажем, вариантов Сюрпризы от питомцев Это, конечно, приятно Есть еще один сюрприз Ради которого Наша съемочная группа Заглянула в Самарский Областной эколого-биологический центр На днях Самарскую станцию ЮНАТОВ Признали лучшей в России Среди учреждений Дополнительного образования Прямо в центре мегаполиса На островке Окруженном со всех сторон Новостройками Еще сохранился Удивительный уголок Живой природы Чего здесь только нет В тесноте Да не в обиде Уживаются зоопарк Оранжерея Микробиологическая лаборатория И зоологический музей У нас здесь и трудотерапия Скажем так Ребята занимаются на земле И с землей И у нас здесь получают дипломы Овощеводы, цветоводы Много ребят приходят Из интернатов Которые занимаются С животными И это очень положительно Влияет на их эмоциональное состояние Когда они видят Животное Такое вот беспомощное В клеточке Они за ним ухаживают Они чувствуют Что есть еще более беззащитные Еще более слабые И при этом всем Их эмоциональный план И вот состояние Намного улучшается На Самарской станции Юнатов Эму живут с самого рождения Рядом с лошадьми Кроликами Козой и свиньей Австралийские пернаты Семейства Козуарообразых Прекрасно чувствуют себя В местном климате Каждый день Выходят прогуляться По свежему снегу На радость Увлеченным юнатам Лилия Валеева Марина Баркова Олег Кайдаров Программа Утро губернии Мы встречаем В нашей студии гостя К нам заглянул Тарас Федулов Представитель ювелирной студии Горда Тольятти Доброе утро Доброе утро Доброе утро Тарас А вас сегодня С утра немного рассказывали Про вашу ювелирную студию В которой трудятся молодые Вообще прям совсем молодые парни Которым там меньше 25 лет И все Мы сказали Что все самоучки Это совершенно правильно Вы не обманываете нисколько Ну это же такой Сложный Сложная работа Как можно нигде не научиться Не учиться ни у кого И самому освоить Ну наверное Скорее всего Это знаете Все идет из детства То есть Насколько ты Погружен В какую-то Индустрию свою Сферу деятельности В лепку Куличиков Да То есть Нам Мне и моим друзьям Повезло Скажем так Родиться И воспитаться В атмосфере Такой довольно творческой И когда тебя воспитывают То Когда ты вырастаешь Ты являешь собой Некий продукт Вложенных тобой усилий Ну в тебя Вот Собственно говоря Так и начали потихоньку Заниматься Начали пробовать Не все всегда получалось Без падений нет взлетов Вот И после таких долгих поисков Мы объединились И собственно говоря Стали делать продукт От какой-то Одной Студии А не от каждого По отдельности Вот собственно говоря Шло время Росли силы Копилась энергия И потихоньку В наших работах И в наших амбициях И в каких-то Умственных способностях Стали происходить изменения В лучшую сторону Слава вам Богу А как вы находите Общее направление Это же все равно Дизайнерские вещи Но если у вас Одна студия То они должны Следовать Быть в одном В одном стиле В одном стиле Да Это наверное Самое главное Отличие от Какого-то масс-маркета То есть люди У каждого из вас Есть абсолютно Уникальная идея Вот я смотрю на вас Вы очень красивый ведущий И на вас Очень интересное украшение То есть Это отражает Какую-то часть Внутреннего вашего мира И так же Как у многих других людей Есть интересные идеи И любая интересная идея Она достойна воплощения А наша задача Ее грамотно воплотить То есть люди Она приносит Свои идеи А мы воплощаем Уже под вектором Своего взгляда То есть вы прям Вы художники Вы не работаете Под копирку У вас все индивидуально Все очень эксклюзивно Да, абсолютно верно Все верно Что самое необычное Приходилось вам создавать Да с какими идеями Сейчас приходят люди Что у них в головах Вы бы знали Что у людей в головах Порой Даже страшно становится Да много всяких идей У некоторых идеи А-ля Сальвадора Дали У некоторых минимализм То есть Когда человек приходит Он все равно подвержен Какой-то своей возрастной категории То есть люди постарше Они уже более классики Какой-то склоняются Люди помоложе У них такой конструктивизм Минимализм Минимализм Какие-то такие интересные вещи То есть Многое еще зависит От возрастной Возрастной вот этой прослойки Человека Вот Но изделия у нас Получаются каждый раз разными У нас нет Чего-то одного Похожего на другое И так далее То есть нет какой-то Серии или линейки Украшений Похожих друг на друга В основном Мы стараемся каждый раз Быть разными Это сложно Но это наверное Самая интересная задача Вы сами работаете С камнями С драгоценными Это же очень Сложно Ответственно Это очень ответственно Как происходит Процесс Происходит следующим образом Иногда Берется сырье уже готовое То есть ограненные камни Потому что это все-таки Довольно сложная наука Огранить камни И зачастую У нас в городе Очень мало профессионалов Которые способны Действительно Качественно Огранить камень Иногда Какие-то очень важные проекты Мы Скажем так У нас есть возможность Сгранить камни Кто-то привозит Из-за границы То есть ездит отдыхать Покупает там камни Какие-то красивые Вот Иногда не покупают Просто привозят Неизвестно Вот Привозят И говорят Что вот мы хотим Такое украшение Рассказывать свою историю Порой истории Бывают очень удивительные То есть История путешествий История там Свидания людей И так далее И это все Происходит В некой такой Творческой каше Из которой Постепенно-постепенно Рождаются Общие направления И все это Потом выливается Уже в конечную продукцию Непосредственно В самоукрашение Да Да И вроде все довольны Ну если дальше Продолжаете работать Какая часть Этой истории В украшении Привнесенная Заказчиком Да Клиентом И вашего творчества Вы разделяете Или все равно Вы стараетесь сделать так Чтобы там было Максимально Отображало Вот желание клиента Ну Когда клиент Обращается Он У него Определенная Точка зрения Да На то Как может выглядеть Идель У нас своя Иногда А наша преобладает Иногда его Тут Не такого Что 50 на 50 Иногда Идеи от автора Больше чем от нас Иногда наоборот От нас больше чем от автора Иногда 50 на 50 То есть Приходим все-таки Компромиссу Ну понятно И все-таки Мне хочется пожелать вам Чтобы вы были не ремесленниками А именно художниками В своем деле Тарас Вам желаем Спасибо Удачи Успехов в вашем Нелегком Но очень красивом деле Спасибо вам Наша программа продолжается Далее у нас новости Далее у нас новости Здравствуйте В эфире новости губернии В студии Олег Зверев С обзором основных событий К этому часу В Самарском аэрокосмическом университете Появится роботоцентр Об этом сообщил ректор вуза Открытие намечено уже на весну-лето 2015 года Уже закуплено оборудование Битвы искусственных интеллектов В университете проходят ежегодно Участвуют в них студенты Старшеклассники И даже дети младшего школьного возраста А создание специализированного центра Станет логичным продолжением этой работы Детишки от детсадовского возраста До инженеров То есть это и дети И уже взрослые люди И они вместе Вот в таком центре будут работать У нас уже оборудование закуплено Часть оборудования поставляет Министерство образования и науки Самарской области И городской центр робототехники И мы все это концентрируем на нашей площадке Где будет сфера творчества Вот таких молодых одаренных ребят Это еще не центр одаренных детей Но уже центр робототехники В котором участвует молодежь Санкции как шанс на развитие Хлебобулочные предприятия С Кенельского района В сложенных экономических условиях Нашло выгоду 20 тысяч единиц продукции каждый месяц Объем производства всего одного бизнес-проекта 100% сырья закупают у местных производителей Ниша, освободившаяся в связи с санкциями Позволила расширить и усилить производство Сегмент рынка освободился Импортной продукции Которой можно в принципе без проблем Заполонить наши отечественные продукции Очень большой объем на самом деле освободился То что касаемо именно этого производства Освободилось большой ассортимент По бокалейной продукции Там печенье, выпечка, сухари То есть продукция, которая долгого хранения На производстве только хлебобулочные продукции В Георгиевке останавливаться не стали В прошлом году начали выпускать еще и квас А в планах расширить ассортимент Уже в 2015 году появятся соки, лимонад и пиво Созданные по чешской технологии Продаваться они будут все под тем же брендом Больницу имени Калинина официально переименовали Теперь она носит имя своего первого главного врача Владимира Середавина Процесс завершен Последняя точка в документах поставлена Инспекция Федеральной налоговой службы По Кировскому району Самары Внесла изменения в единый госреестр юридических лиц Напомню, Владимир Середавин возглавлял медучреждение в течение 27 лет И лично руководил строительством новых корпусов При нем клинике была присвоена высшая категория С инициативой о переименовании сотрудники больницы Обратились в областной Минздрав Там идею поддержали Лучшие кадры мастера советского фоторепортажа Привезли в Самару Аркадий Шайхет, его имя знали все Огонек, советское фото, правда За рулем крупнейшие газеты и журналы страны советов Публиковали его фотографии Экспозиция – это часть масштабной ретроспективы Посвященной фотохудожнику Она охватывает предвоенные десятилетия Продолжит Татьяна Пудова В одном кадре классик советской фотографии Запечатлел историю целой страны 20-й век в объективе Аркадия Шайхета Первая конная Наше армейское такое большое подразделение Помимо того, что показывает ее существование Как она там чего делала, помимо того, это просто художественно опять А чем более художественно, тем более доходчиво Действует на те эмоциональные сферы зрителей Которые, в общем-то, и заставляют человеку что-то захотеть Может быть, даже стать бойцом первой конной На снимках все то, чем жила страна с 1932 по 1941 год То, что в следующем десятилетии исчезло с фотографии Работы 30-х годов, как и все официальное искусство Советского Союза Служило лозунгу Страна должна знать своих героев Авторская индивидуальность отвергалась на первом плане пропаганда Он проявлял и печатал снимки дома В этом ему помогала вся семья Промывали, накатывали фотографии на стекло Обрезали, ретушировали Это человек, который в год делал 200 командировок Это просто фантастические цифры О фантастической работоспособности человека Очень много здесь фотографий ироничных То есть они лишены того пафоса, с которым раньше показывался, ну скажем, человек Герой труда То есть вы здесь героев труда, в общем-то, не увидите Аркадий Шахет любил снимать с верхних точек, что совсем не отвечало канонам идеологически верного репортажа Однако представитель российского фотомодернизма оставался верен себе Татьяна Пудова, Егор Майоров, Новости губернии И пока это все новости, до свидания И вновь доброе утро, говорим мы вам Продолжается утро губернии с Александрой Байдачной И Игорем Макарским Сегодня мы разговариваем про ювелирные украшения Что они значили в древности и какие актуальные украшения сегодня? Самыми древними украшениями, конечно, кроме бусы и зубов Врага ношения неандертальца были гривны Это такие специальные украшения Это такие идеи в соседней стране Нет, нет Металлические кольца, которые носили на шее Считалось, что надетые на шее металлическое кольцо Может помешать душе покинуть тело Поэтому их часто носили воины Они считались оберегами Ну, некоторые из них и сегодня, в общем-то, могли бы смотреться вполне креативно Ну и понятно, что современные дизайнеры украшений Черпают свое вдохновение из того, что было тогда, раньше Вот, например, современная версия такого, как это, такого гривна Или такой гривны Ну, в общем, такого украшения История индийских украшений тоже очень разнообразна Самый популярный подарок в Индии Это золото И даже современные и продвинутые девушки, молодые особо, носят вот такое вот богатство Драгоценные камни здесь считаются символами, талисманами и защищают от негативного влияния планет Интересно, какие же камни нужно мне носить? А то, может быть, у меня там Юпитер с Сатурном не сошлись И у меня все будет плохо Я сегодня надену другой камень и ногу подскользну Вот тебе проверенные данные Слушай Янтарь, жемчуг, коралл и перламутр оберегают от болезни А гранат означает изобилие Кошачий глаз развивает интуицию Алмазы помогают зарядиться энергией Рубины лечат сердце Изумруду защищают в поездках Ну, правда, одиночкам они не подходят Есть особенный камень, синтетический фианит Мне очень нравится В природе не встречается Его придумали русские ученые Выращивают его специально Ну, отличная замена алмазом Брельком и дешевле Я придумал Мне надо все и сразу Ну, не могу я разделиться, с чего я хочу Быть здоровым или красивым, или богатым Или... ну, вот Хочу все Ты знаешь, для таких, как ты, придумали специальные украшения Которые можно носить прямо на теле То есть приклеивать при помощи специального раствора Клея Клея, да, можно так сказать Вещества прямо к телу И носить их Поместиться сколько угодно Попробуем Ну, только я, мне кажется, буду похож на Как это... Животное в чешуе Ящерица это называется Вот так вот техника дошла Ну, а наша Татьяна Петцина Дошла до интересной героини Которая мастерит удивительных кукол Посмотрим ее сюжет Наталья Стукалова Стоит натолкнуть на мысли некий материал Там ткань какая-то, да, например Или музыка Или это что-то приснилось Или это просто какое-то внутреннее состояние Которое хочется вот выразить, да, в кукле На проволочном каркасе лепится туловище из фольги Которое затем оборачивается пластиком словно кожей Эффекты винтажности каждый кукольник достигает по-своему Своих принцесс Наталья заботливо тонирует Самый сложный процесс – конструирование костюма За помощью к швейной машинке мастерица принципиально не обращается Каждый шов выполнен вручную У маленьких кукол, я знаю, иногда мастера используют Так, наверное, как бы обычный материал Но непривычный, если для вашего уха смотреть Нужно в свитерок мальчика одеть, например И тут попадается на глаза мужской носок С чудесным рисунком косами Который как раз великолепно подходит И на этой маленькой кукле он смотрит с крупной вязкой Сколько времени уходит на создание одной авторской куклы Наталья ответить так и не смогла Некоторые получаются за месяц А вот этой и пяти лет не хватило Образ ангела, поборовшего демона, рождается в муках В тот момент меня обревали мысли о противостоянии хорошего и не очень Ну, добра и златка, вечная тема И вот, не знаю, до сих пор не сложится Постоянное место жительства в мастерской Стукаловой Получила всего одна кукла Самая первая Уж больно не просто далась автору античная барышня Новые персонажи здесь долго не задерживаются В миг разъезжаются по домам коллекционеров Мне кажется, кукла очень многих людей в принципе притягивает как объект Либо коллекционирование, либо воспоминание Либо просто это такое продолжение себя, да, сублимация Как только появляется свободное время, Наталья приступает к созданию целой коллекции костюмных кукол в стиле 18 века Образы уже в голове осталось отлить их в пластике и обернуть кружева Елена Шишкина, Татьяна Пецина, Виктор Соколов, программа «Утро. Губерния» У нас в гостях Дмитрий Александрович Сташенков, археолог, ученый-секретарь Самарского областного Историка Крывеческого музея имени Алабина, кандидат исторических наук И Вера Геннадьевна Калинина, председатель местной Чувашской национально-культурной автономии «Сувар» Город Новоколбышевск. Доброе утро! Доброе утро! Я рада вас видеть! Сейчас, прямо вот только что, перед тем, как камера включилась, я такой взял вот этот предмет у Дмитрия Алексеевича, когда он достал его из пакета А он говорит, ему 6,5 тысяч лет! И я его как положил обратно? Ну потому что страшно! Вот здесь у нас сейчас присутствуют экспонаты, которыми украшали люди себя, ну и тебя, например, 6 тысяч лет назад Или там какое-то еще количество времени Что вы принесли? Расскажите в двух словах, что это за украшения такие? Ну мне хочется сказать, что человек, наверное, с самого начала, когда он выделился из животного мира, уже должен был себя как-то отделить от этого мира и, соответственно, украсить И поэтому первые украшения, которые, по крайней мере, нам удается раскапывать, и те, которые хранятся в нашем коллекции, они действительно были сделаны очень давно И тоже принадлежали к тому же самому животному миру, из которого человек вышел И, пожалуйста, вот здесь у нас представлены гостяные украшения Украшения, прежде всего, мужские, которые нужны были для того, чтобы показать, что их обладатель являлся профессиональным умелым воином, наверное, хорошим охотником Может быть, человеком, который занимал особое место в обществе Был ли он военным вождем, был ли он главой племени, жрецом И вот как раз такие предметы являлись символами вот его особого статуса То есть в первую очередь тогда украшения служили опознавательным знаком твоего статуса Конечно, да И в последующие эпохи, точно так же, как в будущей уже звездочке на погодах, как ординат, такие же предметы существовали у людей в разные эпохи Начинаются эпохи раннего Железного века, эпохи бронзия Ну, вот этим изделием, действительно, 6-6,5 тысяч лет Они найдены при раскопках инеолитического могильника периода Меднокаменного века У нас в Сибири, Екатериновка, Безничевского района По Волжье? У нас по Волжье, да Действительно, у нас сейчас совершено замечательное открытие Мы нашли действительно огромный могильник, в котором сейчас исследуем остатки тех погребений, которые были совершены много тысяч лет назад И самое важное, что те украшения, которые там появляются, они находят аналогии себе на самых разных территориях В частности, такими же предметами, такими же гривнами, сделанными из клыка кабана Украшали себя мужчины, похороненные на территории современной Украины, в частности, на территории Мариуполя Может ли это служить доказательством тому, что люди, жившие в Поволжье и в Мариуполе, они братья? Родственники, да, это действительно очень важный момент Именно по украшениям мы зачастую можем говорить о том, что различные контакты между населением В том числе прямые контакты на протяжении нашей истории неоднократно совершались И точно так же по тем украшениям, которые лежат здесь рядом По стеклянным бусам, по бронзовым подвескам, бронзовым сережкам Мы можем рассказывать, что эти контакты продолжались и на протяжении раннего железа И раннего и средневековья, и развитого средневековья И более того, существует определенная группа украшений По которым можно сделать предположение, к сожалению Действительно предположение, но достаточно аргументированно Какие именно представители каких народов оказывались на нашей территории В какой-то конкретный отрезок времени Дмитрий Алексеевич, мы должны прерваться, у нас сейчас небольшой опрос с просони Честно говоря, не очень Я думаю, что это все зависит от того, что мы думаем по этому поводу Ну, соответственно, как воспринимаем Об этом очень много пишут И я читала много, и в интернете много Но на себе я, по крайней мере, не ощущала этого Камни, они оберегают И они под изнаткой, зодиака всегда Где-то, наверное, помогают Нет, а почему нет? Ну, неразумно, по меньшей мере У нас действительно есть что-то сверхразумное Сверхвышнее А с другой стороны, не хочется верить в это Хочется верить, что ты хозяин своей судьбы полностью Учитывать этот момент надо Потому что вдруг какой-то камень или металл окажется для тебя Не очень хорошим для твоего здоровья, состояния Мы поговорили с Дмитрием Алексеевичем про раскопки И про то, какие украшения были тогда, давным-давно Несколько тысяч лет назад Ну и вот какие они дошли до нас Мы сейчас воочию увидим с помощью Веры Генназио Мы на это все дело вам еще и покажем Здравствуйте, теперь вам еще раз расскажем Добрый день Какие украшения сейчас пришли к нам из древности И до сих пор актуальны и популярны Ну, что мне хочется сказать Что сувар-болгаро-чувашский народ Который населял Волгарскую Болгарию Где государственным языком был чувашский язык И документы все велись на этом языке И они сегодня находятся в Москве, в Синодии Вся жизнь была посвящена Всевышнему И поэтому украшения всегда в основном носили С определенной целью защиты Если по этнической религии По этнической мифологии сувар-болгар Всевышний, когда появился в пустоте И стал вращаться в этой пустоте То появилась гора По-чувашски гора Ту И солнце Ра Это мы уже знаем со школьной программы И вот сегодня я хочу показать Вот это украшение Это древнейшее украшение Оно еще тогда появилось Когда сувар-болгаро Стали знакомиться с зороастризмом Религии с зороастризмом Вот она гора И вот это символ горы Да, это символ горы и солнца С солнцем Ну что может быть выше? Особых храмов не было у болгар-сувар Потому что они считали планету, землю Это высшее творение Ну что может быть выше, чем создал Бог? И поэтому вот это всегда было как оберег, как защита Мировое дерево находилось Или дерево жизни Или ось мировая находилась Также на горе Мировое дерево на костюме На платье всегда Вот сувар-болгарки, чувашки Также носили, украшали руку Если помощница Всевышнего Была уточка И по его просьбе Она ныряла на дно океанской, морской И оттуда доставала в клюве комочек земли И поднимаясь на землю Поднимаясь на поверхность Выкладывала вот эту землю И так появилась земная твердь И вот сегодня Я хочу показать эту уточку Ей очень много лет Но и на основе Религии сувар-болгар Эта уточка живет и сегодня И посмотрите Тут работа мастера Работа мастера В клюве у нее Горсть земли Вот такая уточка И сегодня на украшениях Это могут быть височные украшения Это могут быть украшения на груди И существует уточка Когда Всевышний явился на землю Сын Бога явился на землю Был распятый Он потом воскрес И воплотился в образе дерева Дуба Сувар-болгар Чуваши почитают дуб Дуб даже находится на гербе Чувашской республики И вот дух Всевышнего Сына Божьего Вселился в этот дуб И чуваши сегодня почитают дуб И вот украшения Желуди И сегодня носят И носили Будут носить Ну тут вот изображение В желтом цвете А в основном Сувары-болгары Носили всегда серебряные украшения Потому что по их мифологии Небеса, небесная сфера Какой имела цвет? Серый, голубой, синий Поэтому металл какой серый? Серебряный И в основном все украшения Также выполнены серебра И народ Правители Волжской Болгарии Называли свой народ Народ в серебряном одеянии Вот тут у меня серьги Тут у меня гора и солнце Наши предки знали, что у нас на небосвозьбе было два солнца, а не одно Ну и сережки И все украшения Вся символика В металле, в золоте, в бронзе Из кости На костюме Подчинена одной теме Почитание богов И наш разговор продолжится за пределами нашей студии А вам не повезло Потому что время ограничено Такую замечательную серьгу Живьем Вы можете увидеть экспозицию нашего музея Пожалуйста, приходите Спасибо вам огромное За то, что к нам сегодня пришли Рассказали Благодарим наших гостей За интересный рассказ А далее у нас Ну мы продолжаем Как говорят Самые заядлые модницы Все украшения нужно выгуливать Поэтому, друзья Одеваем на себя все самое лучшее И вперед на выставку В художественный музей Вместе с Еленой Шишкиной Все смешалось в доме Курлиных Интерьеры модного магазина Банковские сейфы И солидная мебель горкомовских чиновников Горком Индивидуальный номер стола 1946 год Почувствовав вкус к ночной жизни Самарский художественный музей Решил отметить столетие дома Под крышей которой разместились Его основные коллекции Сделав это в очередной раз После захода солнца Ночью все кошки серы Зато экспонаты эффектны Повод показать Чем богаты Тем более, что мы Если вы заметили Значительно обновились У нас появилось много новых Как бы аксессуаров За последнее время Типа вот шторы, например Появились в экспозиции Раньше их не было Стойки ограждения Там антибликовое стекло На самом деле Здание на улице Куйбышева Хозяевами которого Несколько лет была семья Курлиных Имеет не только сложную судьбу Но и непростую архитектуру Столетний юбилей Отмечает всем известный Проект архитектора Якунина Который сделал вот этот фасад И сделал вот этот Неоклассический интерьер Вот До него было здание Построенное в 880 году От которого нам остались Вот эти интерьеры Это купцы Курлины Оно двухэтажное И занимало вот эту зону Вот И магазин на первом этаже Поэтому это и стало Нашей первой такой кочкой Магазин готового платья Эпохи модерна Поэтому мы сделали выставку Мода модерна На втором этаже Музейщики разместили Одолженные Сбербанки Предметы банковского быта Столетней давности Третий этаж Отдали под выставку Соцреализма Которую гармонично Дополнили горкомовская мебель И архивные документы Причем гостям разрешили Трогать экспонаты руками Делать селфи Да еще и раскрыли все секреты Но почти все За этой дверью находился Банковский сиф Там проходит дальше В определенную комнату Через маленький коридончик А при уже гармонии В данной двери Находилась кинобудка Замок печати на этой двери Уже связан непосредственно Нашим музеем Потому что в настоящий момент Там находятся у нас фонды Искусство, которое находится на хранении И за эту дверь только может попасть Главный хранитель К сожалению, мы туда попасть не можем Там секретная зона Художественный музей оказался Куда богаче банка И его ценностям Просто не хватает места В здании на улице Куйбышева В ожидании давно обещанного Расширения жилплощади Музейщики не забывают Благодарить судьбу За крепость и надежность Своего дома Урлины привнесли Вот эти уникальные Модерновые интерьеры Там Волгокамский банк Построил фасад Который до сих пор Один из лучших в городе Совершенно непровинциальный И сделал мраморный зал Вот этот, которым мы до сих пор пользуемся Горком Ну, горком, наверное, да Ничего особо сюда не привнес Ну, как бы он тут работал При нем тут был Тоже определенный пласт истории Тут был клуб коммунистов Тут вот Валерий Куйбышев В этом кабинете сидел Первым хозяином этого кабинета Был председатель Волжско-Камского банка Затем, спустя несколько десятилетий Здесь сидел сам Валерий Куйбышев А сегодня мы находим здесь Коллекцию предметов искусства 18 века За сто лет фасад музея не ремонтировался ни разу Теперь так не строят Вздыхают музейщики Здесь ничего не ломалось Оно какое было, такое и есть Здесь ничего ни разу не ремонтировалось То есть, вот, как бы, кроме косметического ремонта Мы до сих пор имеем подлинные полы Подлинные потолки Подлинное вообще все То есть, настолько хорошо было построено здание Что здесь ничего даже и не надо было ремонтировать Сто лет еще простоит? Экспозиция? Музей, здание? Музей, я думаю, конечно, простоит Елена Шишкина, Игорь Лунев Утро губерния Сегодняшний гороскоп нам помогли подготовить ребята И с детской студии творчества фантазии Под руководством Оксаны Борисовны Степановой Так вот, эти ребята нам написали Овны, не позволяйте никому вмешиваться в ваши планы Вы все так четко расписали в своей голове Что малейшее изменение может навредить всей конструкции Тельцы, в вашей жизни наступает переходный этап Сейчас важно выбрать надежных попутчиков Которые не подведут в совместном деле Внимательно фильтруйте поступки и слова окружающих Лучших смело зовите в светлое будущее Близнецам лучше провести этот день в одиночестве Исключение может сделать только лучший друг Который рядом никогда лишним разговором не помешает Раки, если надумали именно сегодня заняться домашними делами Пожалуйста, не переусердствуйте Развлечения тоже не должны утомлять Впереди целая неделя Львам часто не хочется делать то, что советуют близкие Если все-таки решили сказать нет Пусть это слово прозвучит мягко Пожалуйста, не включайте свой фирменный львиный рык Девы, звезды не советуют вам сегодня делать крупные покупки Скорее всего, вещь в хозяйстве так и не пригодится А новое платье обречено висеть на вешалке Пока не уйдет на тряпки Весам активные действия принесут огромное удовольствие Разомните мышцы, проявите инициативу там, где обычно предпочитаете отмолчаться Успех гарантирован Скорпионы, вы можете почувствовать панику или даже страх Сразу же дайте себе установку, что это преувеличение А потом быстро и плавно разберитесь с проблемой Стрельцы, любимый человек давно собирается поговорить с вами о чем-то важном А у вас вечно нет времени, ни настроения На этот раз берите инициативу на себя и приготовьтесь слушать Козероги, прекрасный во всех отношениях день Вы явно встали с той ноги Пользуйтесь везением, улыбайтесь и решайте проблемы шутя Водолеи, уделите внимание своей одежде Она должна быть не только яркой, но и модной Но и желательно еще и теплой Если вы примерзнете на улице, всю энергию придется потратить на прогрев А вам она еще нужна будет для другого Рыбы, вечером вы можете почувствовать усталость и апатию Но не расстраивайтесь, пахнычьте у любимого человека на плече Иногда это даже очень приятно А завтра будьте как новенький Друзья, пахнычьте Мы будем хныкать друг у друга на плече Ну а вам желаем отличной недели, чтобы она прошла легко, бодро Если каждое утро будете присоединяться к нам, мы вам это гарантируем С вами был Игорь Макарский И Саша Байдачный Пока Благодарим фитнес-клуб Киноп-велнос за помощь в проведении съемок Субтитры сделал DimaTorzok